Снега в этом году выпало много. Последний раз такое количество осадков было в 2012 году. 167 километров дорог обслуживает 68 единиц техники. Такие цифры привёл директор ДГХ Сергей Лобанов. Лестницы, остановки, пешеходные переходы убирают вручную 67 сотрудников. На расчистку города из бюджета выделили 161 миллион рублей. Контракт разыгран по 30 апреля текущего года. Объём вывоза снега по контракту предусмотрен 147 тысяч метров кубических. За декабрь-январь вывезено 104 тысячи метров кубических. За две недели февраля вывезено ещё 60 тысяч метров кубических снега. Общий итог – это 164 тысячи на сегодня вывезено, что превышает почти на 17 тысяч, превышает объём, который был предусмотрен контрактом. Чтобы снег продолжили убирать, необходимо подписать ДОП-соглашение на 16 миллионов рублей. Это позволит вывести ещё 80 тысяч кубов поверх контракта. Несмотря на то, что большая часть работ уже выполнена, к подрядчику есть замечания. В рамках выполнения контракта, естественно, к подрядной организации есть претензии с точки зрения качества выполнения работы, сроков и периодичности. В результате этого в январе к дорожно-эксплуатационному предприятию были применены штрафные санкции. Штраф был выписан на 806 тысяч рублей. По словам директора ДЭПа Петра Серёжкина, предприятие работает в усиленном режиме. Техника есть, противогололёдные материалы есть. Основная проблема традиционно в нехватке кадров. Не хватает механизаторов, потому что старые смены у меня не получатся. Расчисткой 137 дворовых территорий занимается МУП «Центр ЖКХ», ООО «КХК ФДЖ», УК «Уютный город» и МУДЭП. Снег убирают 40 единиц техники и 115 человек. На это из бюджета выделили 44 миллиона. Объём вывезенного снега, вывозимого снега по контракту 23 540 метров кубических. Вывезено за декабрь-январь 12 1445 метров кубических. Вывезено за две недели февраля 9 991, ну, фактически 10 тысяч метров кубических, что составляет в совокупности общий объём, предусмотренный по контракту. Ну, фактически, как бы. Для того, чтобы в дальнейшем решать задачи по дополнительному вывозу снега, подписано, вчера было подписано доп. соглашение с Центром ЖКХ на выделение дополнительно 4 миллионов 200 тысяч. По словам Сергея Лобанова, сейчас выполнено 69% всего объёма работ. Вывозе снега со дворов – те же трудности. Не хватает техники и людей. В узкий момент времени надо привлечь большое количество сотрудников и техники. На сегодняшний момент ресурс в городе, он весь исчерпан, вплоть до того, что техника помогает. Ресурсно-обращающая организация, сороги-демонтаж, вся техника выбрана в городе, которая была доступна и возможна. Как говорится, те, которые не шевелились, расшевелили и пустили в строй. Жители города также ежедневно отмечают проблемы с расчисткой снега. В сети можно наблюдать множество постов с застрявшими авто, колеёй, через которую трудно пройти пешком, тем более с колясками. На заседании с негодованием выступил житель района аэродрома. Вы реально бросили этот район. Туда техника без моего звонка не приезжает вообще. У вас какие нормы? На третий день приехать, на ужин в третью очередь? Не ездят туда транспорт, никакой убирать. Пока не позвоню. Вы понимаете, надо что? Скорая помощь, такси. Они на БТР-шире катаются? Мы там тоже люди, тоже плачем налоги. Почему я своим автомобилем, ресурсом, топливом должен расплачивать за то, чтобы вы не успеваете? Саровчанин отметил, что та техника, которая занималась уборкой в районе аэродрома и многих других, работала неэффективно. Большинство ресурсов и средств тратится впустую. Вчера приехал Гридов. Опять проеду, по макушке снял. Зачем он приезжал? Он снял сверху снег, который вот не утоптали. Мы по-прежнему едем по улицам, не можем с пешеходами разойтись. Вот они в двух сторон убегают вот так. У нас там улица или что вообще, вообще, троем вообще для вас существует, нет аэродром. То же самое яблоневый сад, птиц и так далее. Вы понимаете, это наплевательское отношение к людям. Просто не справляются. Я про что говорю? Если не справляются, освободите место тогда, раз не справляетесь. Найдутся другие люди. Руководители подрядных организаций парируют тем, что в первую очередь силы направлены на центральные улицы города, где проходит весь трафик. Чтобы не произошло транспортного коллапса, сначала очищают их. Завершить вывоз снега со дворов и расчистить дороги планируют к концу месяца. А с марта коммунальщики приступят к решению весенних проблем с наледью и сосульками. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.